Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Я отучилась целый год в Харабинском политехническом университете на курсе IFP и поступила на грант А01 в университет нефти и газа в Циндал. Грант, полное обучение, проживание оплачивается и стипендия 2000 юаней. Лично я тебя поздравляю на 5. Главный совет не пропускать пары, потому что пропустил пары там определенное количество, уже потерял 10% от твоего будущего гранта. Это плохо. Также стараться, то есть заболел, не заболел, приходи. Нам сказали лично учителя, там, ты в коме, у тебя сломана нога, ты должен идти на пары. Ну, это лично мне говорили, что это в моем университете такая жесткая политика с посещением, но как бы лучше перестраховаться. Бывали как бы и минусы, и плюсы моей личной учебы, но я старалась, конечно, делать все, особенно домашние работы. Это самый легкий способ получить еще 20% от твоего гранта. Вот, стараться писать контрольные, ну, с контрольными не всегда получалось, но я старалась. И, ну, просто слушать преподавателя. Последние месяцы, особенно, когда ты устал уже сидеть над этими книгами, ты хотя бы учителя послушал, и ты уже как бы что-то усвоил. Ну, и хорошо сдать финальные экзамены, это, конечно. Вот, нервов ушло много, сна ушло мало. Как бы сна не было, я не помню такого. Я училась на направлении наука и инженерия. У нас были предметы первые полгода. Китайские, аудирование китайские и чтение на китайском. Во втором полугодии у нас добавились такие предметы, как математика, физика, химия, информатика. И еще была, как бы, культура ведения. Математика у меня получилась, на самом деле, баллов 60. Физика, химия по 70. Китайский у меня был около 95, в общем. Информатика тоже около 80-90. Первый экзамен, самый первый экзамен по китайскому, это было вообще, мы все его написали, там, 100, 90, в общем, вот так вот просто, вот так вот написали его. Потом, конечно, экзамены пошли, все уже так подзатянули. Пояса все поняли, что просто так это не работает. И все начали учиться, стараться. Прикол химии был в том, что мы очень долго учили не органику, а потом нам в последний день, вот последние дни дали органику. И там, то есть, тебе нужно за несколько дней до экзамена, тебе нужно выучить органическую химию на китайском. Там ничего, кстати, в экзамене по органике сложного не было, просто оно еще не осело, вот эти вот все наименования. Но мы так переговорили, когда учитель отвернулся, и все хорошо написали, в принципе, так что все хорошо. Информатику на самом деле сдать легко. Как бы там много таких тезисов на китайском, в информатике, но ты их просто учишь. И вопросы, в принципе, на тех тестах, которые вам будут перед этим, перед экзаменом финально давать учителя, там ты просто запоминаешь ответы, можно и так сказать, и ты потом просто приходишь на экзамен, и ты примерно уже в нем сориентируешься, потому что вопросы были похожи. Культуроведение было не очень полезным предметом на самом деле, но оно нас научило писать какие-никакие сочинения, вот, потому что финальный экзамен нам не сделали, хотя нам грозились, вам будет open book exam, готовьтесь. На самом деле нам сделали просто, как бы, финальное эссе, я не помню, насколько там иероглифов, но все его обязаны были написать, чтобы получить, как бы, отметочку свою.